Всем привет! В этом видео хочу сшить трендовую блузу с валанами, покажу процесс, поделюсь разными моментами, швейными секретиками. Уверена, вы найдете для себя что-то новое и очень полезное в этом видео. Для пошива такой блузы можно использовать абсолютно любую выкройку, которую захотите. Я буду пользоваться готовой базовой выкройкой. Сейчас на сайте представлен большой комплект из четырех выкройек. Это классическое платье с выточками. Как раз эту выкройку я буду использовать в основе. Есть трикотажная база, базовая выкройка юбки и брюк. Шить эту блузу я буду из самого простого шифона. Это полупрозрачная плестровая ткань. Вы можете использовать практически любую ткань, которую вам только захочется. Также можно использовать для пошива такой блузы органзу. Это тоже полупрозрачная ткань, но она более формоустойчивая. И поэтому в готовом виде блуза получится более объемной. Но мне хотелось создать мягкие волны, не спадающие мелкими трапировками вниз. И поэтому я использую шифон. Потребуется около 4 метров шифона при стандартной ширине около 150 сантиметров. Кстати, в этом видео я еще проведу небольшой эксперимент для своего нового утюжка. Я много раз видела подобный утюг у американских блогеров, шейных блогеров. И мне очень хотелось попробовать такой мини-утюг. Этот утюжок моего любимого бренда Hobby & Pro. У меня очень много инструментов этого бренда, особенно ножниц. Все товары бренда Hobby & Pro по очень доступным, приятным ценам. И качество инструментов шикарное. Товары бренда Hobby & Pro, в том числе вот этот утюжок, можно приобрести в маркетплейсе Ozone. Кстати, у меня есть промокод на скидку. Без покой можно воспользоваться, но он предназначен только на 20 использований. Поэтому успейте применить промокод и приобрести нужные швейные товары с приятной скидкой. Чуть позже я покажу утюжок в деле. Но даже для отпаривания ткани вы можете его применить, потому что в нем есть функция пара, причем очень хорошая, качественная. Я уже проверила. Я в восторге на самом деле от этого утюжка. И полагаю, что он вполне может заменить обычный бытовой утюг для швейных целей и даже бытовых. Что касается выкройки, то я только видоизменяю боковую линию, выпрямляю ее и не буду застрачивать талию вытачки. Остальные вытачки оставлю. Также корректирую длину чуть ниже уровня бедер, а в остальном просто повторяю все контуры. Далее на каждой детали я обозначаю с периодичностью примерно 10 сантиметров вертикальную линию сверху до низа. Именно к этим линиям я буду пришивать рюши или воланы. Я буду кроить детали для будущих воланов простым прямоугольником и для того, чтобы срезать по прямой, ровно, на таком нестабильном шифоне. Я делаю небольшой надрез по краю, поперек кромки, буквально на 5 миллиметров и вытягиваю одну ниточку. Это поперечная, то есть уточная нить, она легко вытягивается и не обязательно вытягивать ее со всего полотна. Нам достаточно подтянуть ее, формируется такая стрелка, тонкая полоска и вот по ней я буду как раз таки срезать. В результате прямоугольники, то есть детали будущих воланов получаются идеально ровными. Далее я замеряю длину отрезка, длину линии на основной детали, к которой буду пришивать будущий волан, например, 40 сантиметров. И для детали волана мне потребуется в полтора раза больше, то есть 60 сантиметров. Теперь от прямоугольника, который я только что вырезала поперек кромки со стрелочкой, я отделяю 60 сантиметров. Точно так же я замеряю длину остальных отрезков и краю для них свои прямоугольники также длиной в полтора раза больше. Каждый прямоугольник для будущего волана, рюши, я складываю в четыре, соединяю концы и скругляю уголки. Срезы шифона и органзы, в том числе, если будете использовать органзу, очень сильно осыпаются. И на самом деле это выглядит интересно, появляются такие реснички, пистончатые края по срезам. Если вам нравится такой эффект, то можно оставить срезы, дать им свободно осыпаться, либо сделать это сразу же. Но если вы не хотите осыпающиеся края, вам важен четкий контур, то можно обработать, например, специальным средством от обсыпания, обтрепывания срезов. Это нечто вроде клея, но следы от этого средства, когда оно высохнет, не видны, и срезы остаются практически той же мягкости, что были изначально. Подбираем нитку в цвет, также желательно использовать максимально тонкие иглы, я нашла иглы под номером 50, чтобы не было никаких затяжек, стрелок на ткани. И теперь соберу каждую деталь будущего волана, будущей рюши на сборку. Для этого я выставляю максимальную длину стежка на моей машинке Некки, это 4,5 мм. И вдоль каждого волана посередине прокладываю строчку от начала и до конца. Кстати, не сказала о ширине этой детали, о ширине каждой рюши. Я беру двойную ширину от желаемой готовой ширины каждого воланчика. То есть, если мне хочется ширину детали 10 см, то я краю полную деталь шириной 20 см. Таким образом у меня получается сразу два волана. Но сейчас вы увидите, как это будет выглядеть. Беру нитку с одной стороны и аккуратно стягиваю ее. Формируется такая красивая сборка. Для начала я сверяю ее с длиной отрезка, к которому буду пришивать моя деталь со сборкой. Если длина подходит, то завязываю узелок, чтобы деталь не распадалась. И после этого обязательно распределяю сборку равномерно по всей длине. Далее прикрепляю булавками к обозначенной линии. И останется только проложить строчку поверх. Здесь уже длину стежка можно выставить обычную, например, 3 мм. Вот и готов первый волан. Точно так же я повторяю со всеми остальными деталями. Их на самом деле не так много. Благодаря тому, что каждая деталь двойная, одним буквально действием вы создаете в два раза больше объема, чем если вы краили каждый волан отдельно. И на самом деле такая блуза шьется достаточно быстро. За один день точно справитесь. Отдельно нашиваю детали на полочку и отдельно на детали спинки. Далее остается только соединить детали по боковым и плечевым срезам, проложить строчку и обметать срезы. Для обработки горловины я краю косую бейку. Это такая полоска ткани шириной примерно 3 см. И кроится она по диагонали, то есть под углом 45 градусов по отношению к кромке. На полоске у меня примерно 40 см. Я ее дополнительно не замеряла. Просто срежу излишки, когда буду присоединять к горловине. Теперь эту бейку я складываю пополам и хорошенько заутюживаю. Далее косую бейку я присоединяю открытыми срезами к срезам горловины. Прокладываю строчку примерно с отступом 5 мм, срезаю лишние нитки и направляю косую бейку вверх, то есть к срезу горловины. И здесь важно ее хорошенько поутюжить, чтобы зафиксировать. У нас сформируется таким образом еще аккуратный перекант. Далее я отгибаю косую бейку наизнанку во внутреннюю часть изделия, формирую маленький перекант миллиметровый, то есть перетягиваю лицевую сторону наизнанку и скрепляю косую бейку. И заключительная строчка прокладывается по внутренней части косой бейки примерно с отступом 1 мм, ну или просто по краю внутренней части бейки. И обработка горловины будет практически завершена. Остается только пришить пуговицу. И я формирую ручной столбик из ниток в качестве навесной петли. Кстати, вот такой утюжок, благодаря своим размерам, очень удобен при утюжке сложных участков, воротников, кармашков, маленьких труднодоступных деталей, которые большим утюгом не так удобно утюжить. Кстати, утюжок мне и правда понравился. Он вполне может заменить обычный бытовой утюг. У него очень приятная и качественная подошва, которая буквально скользит по ткани, не прилипает к материалу, а бережно утюжит. Плюс ко всему, подача пара постоянная, мягкая, очень приятная. Не обжигает руки, но при этом качественно разглаживает. Ну что, основная часть блузы уже готова. Я соединила полочку со спинкой и то же самое я повторю в отношении рукавов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok